В ночь с 30 на 31 августа Паралимпийская сборная России должна была лететь на соревнования в Рио-де-Жанейро, но Международный паралимпийский комитет отстранил её от участия. Это решение поддержал спортивный арбитражный суд, который 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России. Сейчас спортсмены находятся на федеральной спортивной базе в Московской области. Среди них два севастопольских пловца и тренер. Для тех спортсменов, которые впервые участвуют на Олимпийских, на Паралимпийских играх, для них это мечта. Эту мечту у них, можно сказать, забрали. Тем более Мустафаев, Искандер, Граничка Андрей сейчас в мировом рейтинге являются первыми. То есть они находятся на первой строчке мирового рейтинга. И без медалей бы они оттуда не вернулись. В родной город спортсмены пока не возвращаются. По словам Евгения Мащенко, Паралимпийский комитет России планирует провести альтернативные соревнования для сборной. Поэтому о дате возвращения можно будет говорить только после окончательного решения. А вот поощрить севастопольских спортсменов всё-таки стоит, считает руководитель инваспорта. Евгений Мащенко поддерживает инициативу депутата законодательного собрания Татьяны Щербаковой о премировании членов сборной. Но, по его мнению, поощрять нужно за достижения, учесть прошедшие соревнования и премировать спортсменов по итогам 2015-2016 годов, а не за полученный моральный ущерб. Спортсмены, даже Граничко и Мустафаев в 2015 году выступали за сборную России в Глазго, Шотландии на чемпионате мира. Мустафаев занял первое место, Граничко завоевал серебряную и бронзовую медали. Граничко Андрей после этого установил мировой рекорд на всемирных играх «Айвас» на 100 метров брасом, является по сей день мировым рекордсменом на этой дистанции. По словам Евгения Мащенко, вопрос использования спорткомплекса Банковской академии центром адаптивного спорта ещё не решён окончательно. Инициатива передачи его в оперативное управление центра уже была озвучена в правительстве. Единственное учреждение спортивное, которое имеет достижения, не имеет своей спортивной базы. Поэтому наше предложение именно спортивный комплекс, чтобы был в оперативном управлении центра адаптивного спорта, но ни в коей мере здесь не исключает то, что все спортсмены города Севастополя могут заниматься и тренироваться в этом комплексе. По мнению Евгения Мащенко, чтобы использование спорткомплекса было удобным для всех, необходимо составить расписание занятий.